Друзья, очень рад вас приветствовать на своем канале. У нас сегодня рубрика «Гаражные видео». У меня для вас есть на обзор интересная вещь – мотобуксировщик «Ураган». Позиционируется эта техника как очень проходимый легкий в управлении и обслуживании снегоход. Напоминаю, что конструкция, мощность двигателя, расположение сидения и другие особенности «Урагана» специально спроектированы производителем для того, чтобы вы без лишних проблем могли воспользоваться мотобуксировщиком сразу из упаковки. Никаких постановок на учет, ГАИ, обучения и все с этим связанного вам проходить не стоит. Просто приобрели, собрали, сели и поехали. Я хотел бы сразу вас предупредить, что мне эта техника досталась на обзор по договору, который я должен выполнить обязательно. Это 10 видео, в которых я обязан максимально со всех сторон показать вам эту технику. Как выглядит, как проходит препятствие, как в глубоком снегу или пухляке она себя чувствует, маневренность, проходимость, удобство, скорость и так далее. Я уверен, что у меня все получится. Вы же, в свою очередь, сделайте для себя все необходимые выводы, приобретать вам эту технику или нет. По ценам вас я сейчас сориентировать не могу, потому что курс плавает, а в «Урагане» присутствуют импортные комплектующие. Но зато все остальное я постараюсь раскрыть в серии из 10 роликов. Итак, друзья, приступим. Друзья, здравствуйте. Сегодня речь зайдет про мотобуксировщик «Ураган» для глубокого снега. И затронем мы тему его управляемости и маневренности на разных поверхностях. Условия у нас суровые. Я говорю про всю Россию, не только про Якутию. Снег глубокий, а местами иногда бывает его вообще отсутствие, то есть лед, наст и так далее. Итак, друзья, немножко практической части. Управление у нас не гидравлическое. То есть здесь у нас все дело происходит. И рычаг – это сам руль. Вот так. Так вот это все дело выглядит у нас вместо водителя. Итак, на льду управление, ну, вы сами понимаете, немножко отстает. Хотя, вот, допустим, у снегоходов есть коньки, да, вот у таких серий, может, у Бурана есть коньки. Я неопытный в этом деле, к сожалению. Но здесь такие пластиковые склизы находятся. Вот, смотрите. Вот. Вот они, эти пластиковые склизы. Здесь еще такая штука есть. Это и есть, наверное, конек. Видите, вот этот металлический штырь? Это и есть конек. Вот эта штука – это у нас металл. Да, они у нас заклепанные. Видите, я не понимаю. Ладно, смысл в другом. Как у нас рулится данный снегоход? Я сейчас на бетонке нахожусь, в гараже. Вы понимаете, должно быть трудно. Ну, попробуем. Нет, не трудно. То есть, вот так. Вы можете, конечно, помогать ногами. А можете и не помогать. То есть, вот такая вот управляемость. Тянете сюда, он, получается, едет туда. Тянете сюда, он едет туда. Вроде все просто и легко. Нет, честно, вот честно говорю, что думал, что будут какие-то проблемы у меня. Здесь на асфальте, ну, то есть, на бетонке, ну, вот видите, все вышло хорошо. Так что, вот так. Естественно, двумя руками, двумя руками – это намного все легче. Дело выглядит. Вот, видите. Даже без рук. На деле, если лед, все же, то рулится очень нехорошо. А вот, если есть немного снега, то рулится прекрасно. По прикатанной ледяной дороге рулится сложновато. Возможно, возможно, ну, это, конечно, не точно. Можно заточить, наверное, этот конек. Тогда рулиться будет превосходно. Но вот, когда переезжаешь на, как бы, снег совсем неглубокий, рулится просто отменно. По глубокому снегу надо немножко, получается, заваливать, уже регулировать это все дело телом и помогать ногами. Чем скорость выше, тем рулится, конечно, труднее. Так что, вот такие дела. Как есть, так есть. Желаю, друзья, вам покупать и кататься на хорошей технике. До скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. И никогда не болейте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин